Снежная погода в середине марта стала для Узбекистана явлением редким, но символичным. И без того белоснежный дворец форумов решил приветствовать гостей снежным покровом на повесеннем зеленом газоне. 18 марта президент Шавкат Мерзиоев впервые встретился с медиками нашей страны, тет-а-тет, делая формат открытого диалога уже традиционным. Встреча с медиками, как и с предпринимателями, началась ровно в 10 утра по Ташкенту. Тем самым сохраняя верность традициям. Глава государства задал тон предстоящей беседе уже с самого ее начала. Приступив к общению не с доклада, а обращения к врачам, он отошел от подготовленной программы. Президент Шавкат Мерзиоев Президент Шавкат Мерзиоев Модератор встречи Бегзуат Мусаев заметно нервничал еще до ее начала. Для него такой опыт новый, как и руководство системой здравоохранения. Причины назначения профессионального экономиста на эту должность президент не стал скрывать от медиков, пошутив при этом, что будущему министру здравоохранения самому понадобился врач, когда он узнал о новой должности. Президент Шавкат Мерзиоев обращение фельдшера и водителя скорой помощи из отдаленного района Кашкатарея, просивших о замене автопарка. Именно поэтому цель сегодняшней встречи не публичная критика системы или восхваление достижений, а точная постановка диагноза. За пять лет удалось сделать многое. Обеспечение медицинскими изделиями и препаратами выросло в 12 раз. Удалось привлечь 700 миллионов долларов от международных финансовых организаций. А только в этом году из бюджета в сферу медицины выделено 24 триллиона сумм. Президент Шавкат Мерзиоев О том, насколько трансплантология была необходима Узбекистану, говорят не только пациенты, но и медицинские работники. Только за один год в Центре хирургии имени Вахидова проводят порядка 200 таких операций. Сейчас идет огромная программа по развитию трансплантологической службы в Республике Узбекистан. Я горжусь этим направлением. Сейчас внедряем в районные условия, не только области, в районные условия. Люди мучились, съездили за границу, проводили такую операцию не сразу. Документ тоже минимум берет время от месяца до трех месяцев. Благо народу это все постановления. У людей нет возможности приезжать в Ташкент и проводить такую операцию. Мы там видели в областях донора ЕС. Материану, что это у них нет. Вышел сейчас данный момент постановленный президент, 52-54. Оправдывает это постановление уже внедряется в областях по высокотехнологической операции. Не только в центре, сейчас в районных условиях. Одним из ключевых решений по борьбе с коррупцией стала отмена ордеров и их замена электронной очередью. Сегодня государство почти полностью берет на себя обязательства по оперированию детей с врожденным пороком сердца. Это больше 30 миллионов сумм на каждого ребенка. При этом ставка делается на высокотехнологичные операции, не требующие чрезмерного хирургического вмешательства. Предмет в моих руках называется оклюдер. Именно благодаря ему ежегодно удается спасать порядка сотни жизней детей, у которых врожденный порок сердца. Преимущество оклюдера в том, что благодаря ему операции детям проводятся не на открытом сердце, когда разрезается грудная часть, а на закрытом. При этом сердце не останавливается, а надрез делается всего в районе 2-3 миллиметров в бедренной части тела. Вы понимаете, это, во-первых, очень дорогая вещь. Вот сейчас его из-за того вот большой объема закупа, где-то 2 тысячи американских долларов она стоит. До этого больные покупали, когда вот вначале это 5-6 тысяч во всем мире, 5 тысяч долларов стоила она. Больные родители покупали, продавали свою машину. Они были вымышлены, или у нас ели, или за границу ехали. Сейчас полностью 100%, если возраст больной, то есть дети, это 100% бесплатно обеспечивается государством. Отдельный акцент в своем выступлении президент делает именно на детское здоровье, его сохранение и развитие. Одной из главных новостей этого дня становится новость о том, что государство будет бесплатно обеспечивать с лекарствами детей со спинально-мышечной атрофией. Для лечения детей-смайликов ежегодно будет выделяться порядка 110 миллиардов сумм. Кроме того, для ранней диагностики СМА и других редкостей, генетических заболеваний при Республиканском центре педиатрии будет открыта генетическая лаборатория, а также ее филиалы во всех регионах. Одна из первых таких лабораторий уже действует по инициативе президента в Национальном детском медицинском центре. Работая совместно с турецкими специалистами, лаборатория получила самый авторитетный международный сертификат стандартов качества. Коллеги американских патологов. Работая в Узбекистане, мы стараемся внедрять не только современные технологии, но и повышать квалификацию узбекистанских специалистов. Мы уже провели порядка 200 тренингов и намерены продолжить в таком темпе. Всего лишь за год работы врачи детского медицинского центра смогли спасти сотни жизней тяжело больным детям. Благодаря высокотехнологичному оборудованию операции по удалению опухоли головного мозга или другой высокой категории сложности проводится малотравматично и успешно. Система помогает без подвижения важных структур, нервов, сосудов и помогает оперировать, и помогает определять точный доступ к опухолям головного мозга. Особенно если опухоль находится в глубинных структурах, то опухоли, значит, мы должны проложить свой маршрут, грубо говоря, да, и эта система нам прокладывает самый безопасный маршрут. Какие риски минимизируются? Риски, значит, повреждения сосудов, повреждения нервных структур и повреждения функционально значимых зон коры головного мозга и подкорков структур головного мозга. Отделение пластической хирургии сегодня также способно проводить операции различной степени сложности. Одна из последних таких – восстановление ладони ребенка после сильного ожога. Работа филигранная и кропотливая. Эту операцию проводим с прошлого года. Пересадка кожи с сосудами на свободные ножки. Это впервые у нас в Узбекистане. Мы смогли здесь, в Узбекистане, в Национальном медицинском центре, начать эти сложнейшие операции, которые даются более 10 часов. Тут тонкость в том, что тут очень мелкие сосуды, которые надо найти и соединить, чтобы было хорошее кровоснабжение для кожи, которую мы можем пересадить. Президент, общаясь с медиками, на их языке не просто ставит диагноз, но и прописывает конкретный рецепт по оздоровлению системы здравоохранения по семи направлениям. Президент, общаясь с медиками, на свободные ножки. Продолжение следует... Беспрецедентный масштаб инициатив и возможностей, предоставляемые медикам, требуют от них отдачи такого же уровня. Акцент на это президент сделал не раз во время доклада. Все, что требуется, быть ближе, культурнее, профессиональнее и честнее по отношению к себе, своим пациентам и стране. Беспрецедентный масштаб инициатива президента Сняли с повестки дня большую часть проблемных тем, однако медикам, конечно же, было о чем спросить главу государства. Он просил говорить по делу, поднимать самые острые вопросы и ясно дал понять, что при необходимости резервы для их решения есть. Беспрецедентный масштаб инициатив. Вам большое спасибо за возможность работать и развиваться. Если разрешите, уважаемый президент, мы хотели бы обратиться к вам с просьбой по усилению контроля за качеством лекарственных препаратов. Потому что применение некачественных препаратов не только не дает никаких эффектов, а порой вызывает нежелательные эффекты, удлиняет время пребывания в клинике, приводит к недовольству пациентов, удорожанию лечения. Качество лекарств требует лучшего. Я поручаю премьер-министру контроль улучшить, но это не должно вредить добросовестным предпринимателям. Надо золотую середину найти. Какую? Вот подумайте, где Арал Аминовна? Она все правду говорит. Всем она не нравится, но мне она очень нравится. У меня единственное одно из предложений, Шавка Атмиромать, уважаемый. Значит, на сегодняшний день в Узбекистане есть проблема в том, что когда мы определяем штат клиник для университета, мы ориентируемся на научные центры или же на больницы простые. Но вузовские университетские клиники — это особый статус. Там и образование, и инновации, и тренинги, повышение квалификации. Там студенты, магистры, ординаторы, докторанты, курсанты. Поэтому должен быть низом отдельное положение по университетским клиникам. Штат должен быть совершенно другой. Там будет помощник врача, помощник медсестры, помощник врача-лаборанта. И тогда студенты могут работать с помощниками, и в этой среде они будут впитывать эту атмосферу и расти как будущие медицинские кадры. Президент держал аудиторию почти шесть часов. И, конечно же, как опытный оратор, призывал к общению в непринужденной обстановке. События последних пяти лет наглядно демонстрируют. что отечественная система здравоохранения в активной фазе своей трансформации, а ее переход из расплывчатого состояния пациент скорее жив, чем мертв, в стадию устойчивого оздоровления не только неизбежен, но и необратим. Не демонстрируют. Не демонстрируют. Не демонстрируют. Не демонстрируют. Не демонстрируют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok